Доброе время суток, дамы и господа! С вами канал Картина ТВ Вопросы и Ответы И я ее автор и ведущий Юрий Тельман И сегодня мы с вами еще раз затронем проблему скорости Я думаю, что это будет наша последняя встреча по этому вопросу И мы закончим тему скорости и как бороться с таким вот неприятным явлением, как ее падение И мы с вами уже разобрали, что можно использовать электрические адаптеры Очень хороший эффективный метод Мы с вами подумали о том, как можно и зачем нужно переместить модем в вашем помещении Если вы не видели эти ролики, пожалуйста, обратитесь к ним, ссылка внизу Но мы сегодня поговорим еще об одном способе Самом, наверное, простом, но тоже иногда довольно эффективном Как можно попробовать изменить ситуацию Первый вариант, который приходит в голову Нужно обратить внимание на то оборудование, которое есть в вашем доме И взглянуть на ваш модем Прежде всего задайте себе основной вопрос Как давно он у вас работает? Когда вам его в дом принесли? Дело в том, что сегодня компьютерная техника шагает не просто быстро Она шагает просто семимильными шагами Чтобы вам было понятно, компьютер, которому 5 лет Это приблизительно человек, которому 85-90 лет То есть настолько быстро устаревает компьютерная техника Поэтому если у вас оборудование года 3-4 То есть полный смысл его поменять Вот здесь возникает интересный вопрос Когда люди ставят, например, сейчас приезжают в новое помещение И они только-только переехали, они звонят мне И все время спрашивают Они мне говорят Юрий, как вы считаете, есть ли смысл нам взять в рент модем Или нам есть смысл его купить Вот раньше я всегда говорил людям, что давайте его купим Почему? Потому что нет смысла каждый месяц Там 8 или 10 долларов Если мы в США Я не знаю, сколько это стоит в Европе рент Переплачивать за выданный вам модом Но выгоднее один раз отдать за него 200 долларов Или 250 даже Он у вас полностью оправдается И еще принесет вам какую-то сопоставимую прибыль Но, друзья мои, последнее время я такие вот советы давать перестал Почему? Именно по той же причине Слишком быстро развиваются компьютерные технологии И тот модом, который вы поставили год назад Нужно, чтобы он проработал у вас года 3-4 Для того, чтобы он себя полностью оправдал Принес какую-то прибыль А в конечном итоге он устареет за год Выйдет что-то новое А вы в итоге будете использовать модем старых технологий И, конечно, работать он, соответственно, будет значительно хуже Нет такого смысла Так вот, теперь я всем говорю Конечно, берите лучше в рент Это тот же вопрос, как, например, покупать ли новую машину Или брать ее в лис В лис всегда дороже Но зато у вас есть преимущество Вы всегда ездите на новых машинах Поэтому здесь то же самое Если вы взяли у них модем в рент У вас всегда есть возможность позвонить им и сказать Друзья мои, я хочу поменять модем И они, внимание, обязаны прийти к вам И поменять его бесплатно Но ни одного цента за такую замену Они с вас брать не должны А новым модом даст вам, соответственно, новые какие-то возможности Усилит сигнал или его просто улучшит Интернет станет значительно лучше Это из способов тоже поменять модем Но прежде чем его менять Можно попробовать его реанимировать Дело в том, что к модемам люди относятся странно Они его поставили один раз И про него забыли Многие даже не помнят, где, в какой комнате В каком месте он у них находится Но, друзья мои, модем иногда желательно реанимировать Что это значит? Дело в том, что работая долгое время Месяцами, а иногда и годами Модемы забиваются различного рода багами И они становятся хуже Их работа блокируется Поэтому для того, чтобы очистить, я называю модему, мозг Нужно сделать рестарт Как делается рестарт модема? Это очень просто Вам нужно подойти к вашему модему И отключить его от сети Не надо лазить под стол Не надо где-то вырубать рубильником все в доме Для того, чтобы отключился модем Во-первых, на некоторых моделях модемов Которые, кстати, не так часто встречаются Но все-таки это тоже есть Поэтому я об этом скажу Есть красная кнопка сзади на модеме Которую вы нажимаете и он отключается Эта кнопка рестарта Она просто существует Если такой кнопки у вас нет То в любой модем вставлен Вот как вы сейчас видите на картинке Черный вот такой вот шнур Который надо просто выдернуть из модема Друзья мои, при этом все лампочки на модеме У вас должны погаснуть И 10 минут вы подождите Через 10 минут Вставьте шнур обратно У вас загорится нижняя лампочка И пройдет минут 10 Прежде чем все лампочки опять же загорятся Как только загорится третья или четвертая И замигает пятая У вас появится снова изображение на экране телевизора И вы поймете, что телевизор заработал Интернет пришел в ваш дом При этом я еще очень советую Сделать рестарт и приставок То же самое Подойдите к нашим приставочкам Картина ТВ Выйти самый тонкий левый шнур У вас погаснет лампочка На экране появится надпись No signal Ждать уже ничего не надо 10 минут ждать не нужно Просто сразу же воткните обратно У вас перезапустится наша приставка И можете после этого проверить скорость интернета Кто не знает, как это делается Пожалуйста, посмотрите фильм Падение скорости интернета Основной, который был снят по этой теме И там мы очень подробно разбираем Как на каждой приставке Проверить скорость интернета И вы убедитесь, скорее всего, в том Что скорость очень здорово прыгнула Иногда даже в 2-3 раза Это помогает Через месяц-полтора Я вам советую снова проделать Такую же операцию Тогда постоянно прочищая ваш модем У вас он всегда будет работать Хорошо и грамотно И последнее, что я хотел сказать По этой теме Друзья мои, иногда, редко, но это бывает Вы выключаете из вашего модема сетевой шнур И вот, удивительно, лампочки продолжают гореть Это говорит о том, что в вашем модеме стоит батарея Которая поставлена у вас На тот случай, если в доме выключится электричество Так вот, тогда Снизу на нижней панели вашего модема Есть крышка Которая отжимается пальцем Поднимается И вы внутри увидите батарею И эту батарею Она, как правило, имеет пластиковое Такое полиэтиленовое кольцо Надо чуть-чуть выдвинуть Чтобы убедиться в том, что лампочки погасли И после того, как вы включите модем обратно в сеть Нужно эту батарею вернуть Прижав ее на место И у вас лампочки загорятся Нижняя Ну и опять подождав 10 минут Интернет придет в ваш дом Я думаю, что совет этот тоже был для вас полезен Таким образом, сегодня мы завершаем тему скорости интернета Я полностью осветил ее в трех роликах Смотрите их Изучайте ситуацию в вашем доме Знайте, что любую ситуацию можно изменить Кстати, не только вашим интернетом в доме Еще последнее Вот, кстати, очень хорошо, что я в этом ролике Об этом тоже вам скажу Нужно еще обязательно убедиться Что у вас без ошибок Выставлены ваши параметры Непосредственно в приставке Картина ТВ Друзья мои, я сталкивался с тем Что подключали приставку непрофессионалы Принесли домой Включили, подключили И говорят, у нас ничего не работает У нас все застревает И у нас, ну, полная катастрофа Так вот, нужно убедиться в том Что у вас правильно выставлены параметры Прежде всего нужно зайти в настройки И посмотреть, правильно ли модем у вас стоит Я видел такое, что в Соединенных Штатах Америки Люди умудряются смотреть телевидение На сервере, который стоит в Европе Понятно, что расстояние огромное И теряется сигнал по дороге И я вообще удивлялся Что у них еще каким-то образом Работает при этом картина ТВ Поправив, переключившись на другой сервер А выбор всегда есть Например, те, кто использует USA East Coast Они легко могут использовать и USA North И в каких-то регионах работает лучше один сервер Каких-то другой Пожалуйста, убедитесь Проверьте скорость Опять же, есть в первом ролике Как это можно сделать Посмотрите, подберите для себя Правильные параметры Если вы не можете сделать это самостоятельно Обратитесь к вашему дилеру Или позвоните в технический отдел службы картина ТВ Которая 24 часа в сутки 365 дней в году Вам бесплатно обязательно поможет Правильно настроить вашу приставку Я знаю, что у вас может сразу же возникнуть вопрос А как настраивается приставка? Друзья мои, для этого и создан наш канал И обратитесь к ролику Который называется Настройка приставки Evo И там по параметрам Evo Вы можете настроить в принципе Любую приставку Dune Или если у вас приставка Camiga Такая настройка тоже есть И управление И пожалуйста, посмотрите эти ролики С вами был Юрий Тенман Канал Картина ТВ Вопросы и ответы Всего вам доброго До новых встреч Подписывайтесь на канал Оставляйте ваши комментарии Задавайте вопросы До новых встреч В эфире Доброго вам времени Суток Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok